Служение Дерека Принца представляет Я рад снова встретиться с вами в начале новой недели и поделиться ключами к успешной жизни, которую Бог открыл мне за долгие годы изучения и христианского служения. Тема этой недели называется «Ожидая его явления». Эта тема поможет нам рассмотреть одну из величайших тем Книги Библии, тема Его пришествия во славе. Мы рассмотрим эту тему не в абстрактных терминах, не с теологической точки зрения, но с очень практической точки зрения. Мы рассмотрим, как эта тема влияет на жизнь каждого из нас. Мы рассмотрим ее не как какое-то неопределенное будущее, но как реальность сегодняшнего дня. Я хотел бы вначале обратиться к словам апостола Павла, записанным во 2-м послании Тимофею, 4-й главе. В это время своей жизни апостол Павел находился в заключении в римской темнице. Его ожидала смертная казнь. И во 2-м послании Тимофею, 4-й главе, 6-го стиха он говорит, «Ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судья, в день уны. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Жизнь Павла подходила к концу, и он оглядывался назад, и он также смотрел вперёд. Оглядываясь назад, он видел победоносную жизнь, и он записал о своей жизни удивительные слова. Он говорит, «Подвигом добрым я подвязался» или «Я хорошо сражался, я совершил течение и сохранил веру». Полный успех. Но успех не по понятиям этого мира, потому что на то время своей жизни Павел был в одиночестве, в тюрьме, ему было холодно, у него не было зимней одежды. Большинство его друзей оставили его. По мирским понятиям он был неудачником, но он знал, что это был ещё не конец. Его ожидал суд римского императора, который, скорее всего, выдал бы ему несправедливый приговор. Но, тем не менее, в этих словах апостола Павла чувствуется уверенность и ощущение победы, потому что он смотрел в вечность, он смотрел в будущее, он говорил о том, что ожидало его в будущем. Я хотел бы прочитать его слова ещё раз, потому что в них содержатся ключевые понятия. Павел говорит, «Теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оны». Нейрон был неправедным судьёй, но его вердикт был неокончательным. Павел ожидал другого суда. И он говорит, «Господь, праведный судья, даст мне венец в день оны, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». Павел ожидал другого суда, на котором бы он получил награду. И в качестве награды он говорит, что его ожидал венец. Слово «венец» буквально означает «лавровый венок», который в древние времена вручался победителям на олимпийских спортивных соревнованиях, аналогом которого сегодня является золотая медаль. Итак, Павел ожидал этого венца победы. Он говорит, что «этот венец ожидает меня». Но он также говорит, что «этот венец ожидал не только его, но и всех возлюбивших явление Господа Иисуса». Это очень интересные слова, и размышляя над ними, я пришел к заключению о том, что здесь раскрываются два факта. Первый, который заключается в том, что существует особый тип христиан. Это те, которые ожидают, возлюбили явление Иисуса Христа. И во-вторых, именно для этого типа христиан у Бога есть особенная награда. Эти христиан отличают то, что они возлюбили явление Господа, и их ожидает награда венец правды. Итак, читая эти слова и размышляя над ними, я спросил самого себя, «А соответствую ли я этому требованию?» И затем я вспомнил многих христиан, которых я знаю, с которыми я общаюсь. Я задумался, а кто из них соответствует этому требованию. Я пришел к выводу, что очень немногие из тех, кого я знаю, относятся к категории тех, кто возлюбил пришествие Господа и ожидает пришествия Господа. И в последующие дни на этой неделе я предоставлю вам ответ на этот вопрос. Мы рассмотрим, почему явление Христа имеет такую большую важность. Во-первых, слава, которая явится с пришествием Христа, проявит и нашу славу. Существует нечто, что проявится только с пришествием Иисуса Христа. В послании Колоссянам 3 главе с 1 по 4 стих мы читаем, «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесною Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Замечательная мысль. «И когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». «Итак, нас ожидает слава, которая проявится только с пришествием Иисуса во славе. А тем временем наша жизнь сокрыта со Христом в Боге. И это мотивирует нас к тому, чтобы жаждать Его пришествия». Весь Новый Завет ставит особое ударение на ожидание пришествия Иисуса Христа. Я бы хотел прочитать отрывок из послания Титу 2 главы с 11 по 13 стихи, где говорится, «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Заметьте, во-первых, благодать учит нас. Благодать дается даром, ее невозможно заслужить, но когда мы ее все-таки получаем, то она возлагает на нас определенные требования. Она учит нас тому, как мы должны жить. И Павел говорит, что мы должны жить сломудренно, праведно и благочестиво в нынешнем веке, из-за того, что мы ожидаем. И дальше он говорит, что мы ожидаем блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Пожалуйста, обратите внимание, что Павел называет Иисуса не только Спасителем, но также и Богом, наш великий Бог и Спаситель. Я сомневаюсь, имеет ли кто-либо право называть Иисуса Спасителем, не называя Его при этом Своим Богом. Иисус — это Бог, стопроцентный Бог, потому что только Бог может быть Спасителем. Что мотивирует нас к святой, праведной, благочестивой жизни в нынешнем веке? Блаженное упование, которое ожидает нас в будущем. Блаженное упование и явление славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Мы должны думать об этом и помнить об этом. Это должно стать основным мотивом, основным приоритетом нашей жизни. В 9 главе послания к евреям, 27 и 28 стихах, говорится, что человекам положено однажды умереть, а потом в суд. Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Существуют две встречи, на которые каждому из нас будет необходимо явиться. Первой встречей является смерть, и второй — суд. Все мы предстанем пред вечным судом, но если мы приняли Христа своим Спасителем, то тогда нам не нужно бояться этого суда, мы можем, наоборот, ожидать его с нетерпением, потому что на этом суде мы получим не осуждение, а награду. Когда Иисус явится для того, чтобы поставить точку на вопросе спасения, Он явится, заметьте, для тех, кто ожидает его во спасение. Это очень важные слова, которые ставят нас перед вопросом, а соответствуем ли мы этому требованию. Это требование характеризует особый тип христиан, которые возлюбили его явление, которые ожидают его во спасение. Совершенно очевидно, что это говорит нам об одном и том же типе людей. Это очень важный вопрос. Каждый из нас должен задать себе этот вопрос. Я задаю этот вопрос самому себе. Соответствую ли я этому требованию? Действительно ли я возлюбил пришествие Господа Иисуса Христа? Ожидаю ли я этого пришествия? Я также хотел, чтобы вы задали себе этот вопрос. Я встречаюсь с тысячами верующих, но мало кто из них имеет эту черту в своей жизни. Немногие из них возлюбили его явление. И в заключение сегодняшней программы я бы хотел, чтобы вы задали себе этот вопрос. Соответствуете ли вы этому условию? Ожидаете ли вы его спасения? Тема этой недели называется «Ожидаю его пришествия». Эта тема поможет вам осознать, что пришествие Иисуса Христа во славе имеет прямое отношение к вашей сегодняшней жизни. Вчерашнюю вступительную программу я построил на словах апостола Павла, записанных во втором послании Тимофею, 4 главе 8 стихе, где говорится, «Теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». Павел ожидал приговор к смертной казни от римского императора. Он осознавал, что его жизнь подходит к концу, но он был не напуган. Он ожидал конца, и он знал, что затем его будет ждать суд у праведного судей, у Господа, и на этом суде он получит награду за свое служение на земле. И он говорит, что «Мне готовится венец правды». Венец правды — это лавровое вино, которое в древние века давалось победителям на спортивных олимпийских соревнованиях, которые сегодня уже заменен золотой медалью. И Павел говорит, что «Готовится мне венец правды, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Господа Иисуса». И мы говорили о том, что существует особый тип христиан, который характеризует то, что они возлюбили явление Иисуса Христа. И этих людей ожидает особая награда. «Лавровый венец» или «Золотая медаль праведности». И это подталкивает меня, я надеюсь, также и вас проверить свою жизнь, задать себе вопрос, соответствую ли я этому требованию, отношусь ли я к этому особому типу христиан, которые возлюбили явление Иисуса Христа. Задайте этот вопрос самому себе сегодня. спросите самого себя, отношусь ли я к этому типу христиан. И также вчера я рассказал о том, что Новый Завет ставит ударение на необходимости ожидания возвращения Иисуса Христа. в послании к евреям, например, говорится о том, что мы должны ожидать Его явления, ожидать Его пришествия ко спасению. В оставшиеся дни на этой неделе я хотел бы поделиться с вами тремя, четырьмя причинами, по которым христиане должны ожидать пришествия Иисуса Христа. И первая из этих причин заключается в том, что пришествие Иисуса Христа во славе поставит точку на нашем личном спасении. Наше личное спасение будет незаконченным до дня пришествия Иисуса Христа. В третьей главе послания к Колоссянам, в третьем и четвертом стихах апостол Павел говорит, что мы умерли и жизнь наша сокрыта со Христом Боге. Смерть Иисуса была нашей смертью. Мы отождествились с Его смертью. И поэтому наша жизнь закрыта со Христом в Боге. Наша жизнь, настоящая жизнь закрыта сейчас в Боге со Христом. И когда явится Христос, жизнь наша, тогда и мы явимся с Ним во славе. Другими словами, наша настоящая жизнь, наша настоящая слава, которая есть у Бога для нас, проявится только с пришествием Иисуса во славе. Поэтому исполнение Божьего спасения для нас будет неполным до дня пришествия Иисуса Христа. Хорошо иметь вечную жизнь уже сейчас через веру Иисуса Христа, но это еще не все. Замечательно знать, что после смерти наш бестелесный дух воссоединится с Богом, но это еще не конец. Бог запланировал для нас вечность не только для того, чтобы мы жили в качестве бестелесных духов. Иисус явился для того, чтобы спасти всего человека и дух, и душу, и тело. Его спасение достигнет своей кульминации полноты только после того, как это спасение затронет и наш дух, и нашу душу, и тело, что произойдет только с пришествием Иисуса Христа во славе. В Евангелии Иоанна 6 главе Иисус трижды говорит о том, что вечная жизнь, которую мы получаем через веру в Него, подразумевает также воскресение из мертвых. Иисус не разделяет эти два понятия вечную жизнь и воскресение из мертвых. Например, в 40 стихе этой главы Иисус говорит, что воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную. И Я воскрешу Его в последний день. Заметьте, существует две стадии. Первая — это вечная жизнь сейчас и затем воскрешение, воскресение в последний день. В 44 стихе Иисус продолжает, «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет Его Отец, пославший Меня, и Я воскрешу Его в последний день. Уже сейчас мы можем прийти к Иисусу и получить дар вечной жизни, но это еще не все. Конец будет тогда, когда мы воскреснем в последний день». И в 54 стихе этой же главы Иисус говорит, «Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную. Слава Богу, мы имеем эту жизнь уже сейчас». И затем Иисус говорит, «Я воскрешу Его в последний день». Иисус очень красноречиво и настойчиво говорит о том, что наше спасение заключается не только в принятии вечной жизни. Мы не должны ограничиваться только тем, что после смерти наш Дух воссоединится с Богом, но наше спасение достигнет полноты тогда, когда мы воскреснем в новых телах, в телах воскресения, в последний день, когда Иисус явится во славе, и тогда явится и наша слава вместе с Его славой. И также я хотел бы ободрить вас словами апостола Павла, записанных в 3 главе Послания Филиппийцам с 8 по 12 стихи, где он описывает мотивацию своей жизни. И он говорит, «Я все почитаю четою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуя смерть Его». И теперь послушайте внимательно. «Чтобы достигнуть воскресения мертвых». К чему стремился Павел? Что мотивировало его к познанию Христа, к тому, чтобы разделять Его страдания, Его славу? Он стремился к воскресению мертвых. Он говорит, «Чтобы достичь воскресения мертвых», слово «воскресение» в этом стихе. Это особое слово, которое означает первое воскресение, в котором воскреснут только праведники, только те, кто умер во Христе. Павел буквально говорит о том, что «я жду дня воскресения всех праведных». И дальше он продолжает, «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». Павел стремился к воскресению из мертвых. И он говорит, что «я не смогу достичь полного совершенства до того дня, когда я воскресну». И вся земная жизнь Павла была нацелена на этот день. И в конце этой же третьей главы «Послания к филиппийцам», Павел применяет этот принцип ко всем христианам. В стихах 20 и 21 он говорит, «Наше же жительство на небесах, откуда мы и ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Обратите внимание, Павел говорит, «Мы ожидаем Спасителя нашего Иисуса Христа». Мы говорим об ожидании Его пришествия. И почему мы его ожидаем? Потому что Он, уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой, у которой Он действует и покоряет Себе все. Когда Иисус явится во славе, Он изменит наши тела. И мы получим новое тело воскресения. В тех телах, в которых мы живем сейчас, Павел называет это телом уничиженным, и это уничижение является прямым последствием грехопадения. Наши тела подвержены законам тления, старения. Но однажды, когда мы умрем, это тело будет похоронено в земле. И когда Иисус явится во славе, мы получим новое тело, сообразное Его славному телу. Наши тела изменятся от уничижения к славе. Но это произойдет только в тот день, когда Иисус явится во славе. Наши тела будут сообразны с Его славным телом. Конечно же, Его слава не может сравниться с той славой, которая будет у нас. Она будет намного-намного превосходнее. И в тот день, когда Он явится, спасение достигнет своей кульминации. Только в день Его пришествия вопрос спасения будет завершен, и на нем будет поставлена окончательная точка. И в конце я хотел бы, чтобы вы запомнили эти слова, что мы ожидаем Его явления. В первый день на этой неделе я рассказал о том, что существует особый тип христиан, которых ожидает особая награда. Павел говорит об этом типе христиан во втором послании к Тимофею. Он говорит, что его, Павла, ожидает венец правды, лавровый венок или золотая медаль, которая достается победителям, золотая медаль праведности. И дальше он говорит, что этот венец, эта золотая медаль ожидает не только меня, но и всех возлюбивших явления Иисуса Христа. что говорит мне о двух вещах, что, во-первых, существует особый тип христиан, это те христиане, которые возлюбили явления Иисуса Христа, и во-вторых, этих христиан ожидает особая награда, лавровый венец, золотая медаль праведности. И все мы должны задать себе вопрос, соответствуем ли мы этому условию, относимся ли мы к этому особому типу христиан. Вчера я рассказал вам о очень важной библейской причине, по которой все верующие должны ожидать явления Иисуса Христа. И этой причиной является то, что только пришествие Иисуса Христа поставит окончательную точку на вопросе нашего личного спасения, которое считается еще не полным, только с принятием вечной жизни или только с тем, что наш Дух уходит к Богу после нашей смерти. Спасение будет завершено только тогда, когда наше тело будет воскрешено из мертвых и преобразится в подобие Его славного тела. Иисус преобразованный в полное спасение. Он спас не только Дух или не только Душу, Он спас всего человека и Дух, и Душу, и Тело. Он принес самого Себя полную жертву за нас. И наше спасение включает в себя также и наше тело. Поэтому мы должны быть нацелены не просто на вечность, но на день воскресения, когда наши тела будут воскрешены. Сегодня я хочу поделиться с вами второй важной причиной, по которой вы и я, и все христиане должны ожидать явления Иисуса Христа. Это вторая причина заключается в том, что именно возвращение Иисуса Христа приведет к логическому концу наш союз со Христом и с христианами. Уже здесь, на земле, у нас есть замечательные отношения с Господом Иисусом Христом и с нашими братьями и сестрами по вере, но эти взаимоотношения являются как бы обрывочными. Иногда эти взаимоотношения доставляют нам удовольствие, иногда они доставляют нам большие неприятности. И спасение, которое Бог дал нам через веру во Христа Иисуса, это очень целостное спасение. Бог — это целостная личность. То, что Он делает всегда, Он делает на отлично, и Он доделывает это до конца. И поэтому спасение, которое Бог нам дал, должно привести к окончательному союзу с Богом и с нашими братьями и сестрами по вере. Давайте прочитаем, как об этом говорится в книге Откровения. И читая эти строки, записанные Иоанном, я хотел бы, чтобы мы помнили, что мы, христиане, совокупно представляем из себя тело Иисуса Христа и также невесту Иисуса Христа. И в этом отрывке говорится о том времени, когда невеста воссоединится со своим женихом Иисусом Христом. Произойдет небесный брак. И мне кажется, что нашего человеческого лексикона совершенно недостаточно для того, чтобы описать то, что произойдет в тот день. В Откровении 19 главе 6 по 8 стихе мы читаем, «И услышал я как бы голос многочисленного народа и как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. В весон же есть праведность святых». Итак, перед нами небольшое описание этой кульминации воссоединения Агнца и его невесты. Здесь говорится, что жена приготовила себя, невеста приготовила себя. Мы должны осознать, что приготовление к браку — это наша ответственность, и наша готовность должна проявиться в нашем одеянии. Мы должны облечься в весон чистый и светлый, который есть праведные дела святых. Наши праведные поступки, праведные дела готовят для нас вечное одеяние. Это описание брака Иисуса с его невестой повергает всю Вселенную в неописуемый восторг. Вся Вселенная буквально взрывается возгласом хвалы, радости, поклонения. И когда я представляю себе этот небесный восторг и смотрю на церковь, то мне кажется, что церковь по крайней мере должна радоваться хотя бы так же, как и гости, которые будут приглашены на брак. Но почему-то церковь, мне кажется, очень равнодушна относится к приближающемуся браку. Я часто бывал на свадьбах в самых разных странах и культурах, и практически в каждой стране женщина невероятно радуется и с большим трепетом и предвкушением относится к наступающему браку. Каждая невеста как-то готовится к браку. Иеремия говорит во 2 главе 32 стихе, или скорее Бог говорит через Иеремию, забывает ли девица украшение свое и невеста наряд свой, а народ мой забыл меня. Нет числа дня. Мы знаем, что обычно чем ближе день свадьбы, тем больше девушка вспоминает об этом, но здесь Бог говорит, что народ мой забыл меня, забыл свой брачный наряд. Нас мало волнует пришествие нашего жениха Иисуса Христа. И одно бы я хотел подметить, что только Дух Святой может вселить в наши сердца это предвкушение. Мы сами не можем из себя его выдавить. Только Дух Святой может дать это нам. В самом конце книги Откровения 22 главе в 17 стихе говорится и Дух и Невеста говорят «Приди». Заметьте, вначале Дух говорит «Приди», и затем Невеста откликается как эхом «Приди». Мы зависим от движения Святого Духа. Только Он может дать нам вселить в наши сердца это предвкушение. Чем больше люди будут исполняться Святым Духом, тем больше их будет радовать возвращение Иисуса Христа. Это один из тестов, по которым можем определить влияние Духа Святого в нашей жизни. Но наше соединение с Иисусом Христом будет означать также и соединение с нашими братьями и сестрами по вере. В 1 Фессалоникийцам 4 главе 13 стиха мы читаем «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды». Язык оригинала говорит «Не хочу оставить вас в неведении об уснувших». А верующих Библия говорит, что сравнивает их смерть со сном. И дальше мы читаем «Ибо если мы веруем, что Иисус умер в воскрес, то и уснувших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо сие говорим вам Словом Господнем, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба и мертвое во Христе воскреснут прежде». Это первая сцена этой великой драмы. «Мертвые во Христе воскреснут, и затем мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе. будет необыкновенное высвобождение силы Божьей, которая сойдет на всю церковь, и церковь будет восхищена и встретится с Господом в воздухе. И дальше говорится, что «так мы всегда с Господом будем». И так утешайте друг друга семи словами. Павел говорит о том, что в день пришествия Иисуса Христа начнется вечный союз наш с Господом и так же друг с другом. Это драматическая развязка истории человечества. Это послание надежды и утешения. Павел говорит, «утешайте друг друга семи словами». Многим христианам сегодня необходимо напоминать об этом. Я знаком с многими и многими верующими, которые живут в безнадежности, в отчаянии. Почему? Нас ожидает великая надежда. Мы должны утешать друг друга этими словами. Я бы хотел задать вам вопрос, а в каком состоянии сегодня живете вы? Живите ли вы в депрессии, в безнадежности, может быть, вы зашли в тупик, в отчаянии. Возможно, одной из причин этого состояния является то, что вы выпустили из вида пришествие Иисуса Христа. Вы перестали ожидать Его пришествия. Вы не любите Его пришествия. В таком случае вам необходима перемена. Вы должны отождествиться с учением Нового Завета. Вы должны войти в число тех христиан, которые возлюбили явление Иисуса Христа и которые ожидают Его пришествия. В предыдущих программах на этой неделе я рассказал о том, что Новый Завет говорит о том, что в Церкви существует особый тип христиан христиан и их характеризует то, что они возлюбили явление Иисуса Христа. Они ожидают пришествия Иисуса во славе. И для этого типа христиан у Бога есть особая награда, о которой говорит апостол Павел. Он говорит, «Готовится мне венец правды, лавровый венок или золотая медаль праведности». И осознавая эту истину, мы должны проанализировать свою жизнь и задать себе вопрос, «А отношусь ли я к этому типу христиан? Являюсь ли я претендентом на эту золотую медаль праведности? Ожидаю ли я явления Иисуса Христа?» В последних двух программах я описал две библейские причины, по которым все христиане должны ожидать явления Иисуса. Первая причина заключается в том, что явление Иисуса Христа поставит окончательную точку на вопросе нашего личного спасения. В этот день, в день Его пришествия, мы получим новые тела, тела воскресения. Мы говорили о том, что спасение принадлежит... Спасение должно затронуть всего человека, и дух, и душу, и тело. Замечательно верить в то, что после нашей смерти наш дух воссоединится с Богом, но это еще не все. Точка будет поставлена тогда, когда наши тела будут воскрешены и они будут сообразны славному телу Иисуса Христа. Это поставит окончательную точку на вопросе нашего спасения. И в третьей главе послания филиппийцам, Павел говорит о том, что он стремится достичь воскресения мертвых. И вторая причина, по которой все христиане должны ожидать явления Иисуса Христа заключается в том, что оно станет окончательным, поставить точку на нашем окончательном союзе с Богом и с нашими братьями и сестрами по вере. Павел говорит, что мы всегда с Господом будем. Сегодня я хотел бы поделиться третьей важной причиной. Возможно, то, о чем я скажу, будет для вас совершенно незнакомым, о чем вы раньше ни разу не слышали. Но третья причина заключается в том, что явление Иисуса Христа во славе утвердит правление Мессии на земле. Мы должны установить, что слово Христос является греческим аналогом еврейского слова Мессия. Когда мы называем Иисуса Христом, мы фактически называем Его Мессией. Все ветхозаветные истории, ветхозаветные пророчества о пришествии Мессии исполнились в жизни Иисуса Христа. Итак, Иисус, явившись во славе, установит на земле свое правление, свою власть, и Он положит конец невыносимому страданию человечества. Я очень много езжу по самым разным странам и материкам, я служу самым разнообразным людям, и за годы своего служения я научился видеть невыносимое страдание человечества. Я узнал жизнь с ее негативных сторон. И я могу сказать, что все наши человеческие усилия абсолютно несостоятельны в том, чтобы ответить на нужду страдания человечества. Только пришествие Иисуса Христа и установление Его Царства на земле положит конец этим невыносимым страданиям людей. Бунт человека повлек смерть в этот мир. Эта смерть сейчас действует на все стороны жизни человека. В 13-м Псалме с 1 по 3 стихи мы читаем такие слова. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес презрел нас внов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющие, ищущие Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Это состояние человечества без Божьей благодати. И ключевым словом, которое здесь используется это слово, сделались непотребными. Все уклонились от Бога, нет делающего добро. И к сожалению, все мы хорошо знакомы с такими вещами, как страх, преступность, война, нищета, болезни, несправедливость, угнетение. Это то, что характеризует последствия грехопадения, последствия бунта человека против Бога. Более того, мы также должны признать, что законы действуют действуют в мире. И этот мир катится к своему концу. И эти законы невозможно отменить. Этот процесс невозможно отменить или остановить. Мы можем на какое-то время попытаться затормозить этот процесс, но мы не сможем его остановить. взять, к примеру, любой фрукт. Мы знаем, что фрукты очень быстро портятся, очень быстро гниют. Мы можем приостановить процесс гниения, если положим фрукт в холодильник, и тогда он сможет пролежать там гораздо дольше. Но остановить процесс тления, гниения, разложения мы не сможем. Павел говорит об этом во втором послании Тимофея 3 главе с 1 по 5 стихи «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, это как метина, которая является следствием грехопадения человека, бунта человека против Бога. Здесь говорится о людях, которые имеют вид благочестия, но силы его отреклись. Вид благочестия не может остановить процесс расслевания. И в 13 стихе этой же главы говорится, «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». На основании Священного Писания я могу с уверенностью сказать, что всему этому можно положить конец только через непосредственное прямое вмешательство Иисуса Христа в установление Царства, Мессии на земле, о чем неоднократно говорилось в Ветхом Завете. Например, во второй главе пророка Исаии со 2 по 4 стихи говорится, «В последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут, «Придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева. И научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима. И будет он, Господь, судить народы и обличит многие племена и перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать». Мы можем цитировать заключительные фразы этого отрывка сколько нам угодно, но мы должны знать, что исполнение этих слов совершится только с пришествием Иисуса Христа и с установлением Его Царства на земле. В 71-м псалме мы читаем замечательное описание о том, к чему приведет установление Царства Божьего на земле. Я прочитаю выборочно некоторые стихи этого псалма и я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на такие слова, как праведность, справедливость, мир. И также обратить внимание на то, где говорится о Божьей заботе, о бедных, об угнетенных, о беспомощных. Об этом повторяется снова и снова. На нужду человечества Бог ответит установлением Своего Царства на земле. Итак, мы прочитаем выборочно некоторые стихи 71-го псалма. «Даруй Царю Твой суд и Сыну Царя Твою правду». Это говорит о Господе Иисусе Христе. «Досудит праведно людей Твоих и нищих Твоих на суде, да принесут горы мир людям и холмы правду, да судит нищих народа, да спасет снов убогого и смирит притеснителя». Заметьте, Господь уничтожит такие вещи, как угнетение, притеснение, и вместо этого Он принесет праведность и мир. «Он сойдет, как дождь, на скошенный луг, как капля, орошающая землю. В одни его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе не перестанет луна». «Все цари падут перед Ним и будут служить Ему. Он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему, убогому, и души убогих спасет от коварства и насилия избавит душих, и драгоценно будет кровь их перед очами его». Заметьте, когда Господь придет и установит свое царство на земле, Он принесет такие вещи, как справедливость, правосудие. Осознаем мы того или нет, но мы молимся об этом каждый раз, когда молимся молитвой «Отче наш», и мы повторяем хорошо знакомые нам слова «Да придет царство Твое». Если нам не безразлично состояние человечества, если нам больно смотреть на страдания людей, тогда мы должны молиться о пришествии царства Господу. В предыдущих программах на этой неделе я рассказал о трех библейских причинах, по которым все христиане должны ожидать пришествия Иисуса Христа. Во-первых, мы установили, что Его пришествие поставит окончательную точку на вопросе нашего личного спасения, когда наши тела будут воскрешены, и мы получим новые славные тела, сообразные Его славному телу. Во-вторых, пришествие Иисуса Христа поставит точку на нашем окончательном воссоединении со Христом, как нашим женихом, и также со всеми нашими братьями и сестрами по вере. И Павел говорит о том, что мы все всегда с Ним так на небе будем. Произойдет окончательное вечное воссоединение. В-третьих, я рассказал о том, что пришествие Христа и установление Его Царства на земле является единственной надеждой на избавление человечества от Его невообразимых страданий. Его пришествие поставит точку на войнах, на несправедливости, на угнетении, ненависти и всех других видах зла, которые сегодня распространены в мире. Только Иисус Своим личным пришествием, установлением Своего Царства принесет на землю праведность, мир и избавление угнетенным, больным, страждущим. Сегодня я хотел бы рассказать вам о четвертой окончательной причине, по которой все мы должны ожидать явления Иисуса Христа. Возможно, эта причина удивит вас, возможно, вы никогда об этом не думали, но Писание, тем не менее, говорит о том, что пришествие Христа и установление Его Царства принесет искупление всему творению. Грехопадение человека принесло в мир суету. Эта суета поразила весь мир, который Бог покорил человеку и над которым Он поставил человека. Удивительно, что грех повлиял не только на самого человека, но и на все, над чем он был поставлен Богом. И когда человек взбунтовался против Бога, то это принесло страдания не только ему, не только его потомкам, но и всему творению. В третьей главе книги Бытия, 17 стиха, мы читаем о суде, который Бог вынес человеку после того, как он согрешил. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волшицы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Обратите внимание на два утверждения, относящиеся к земле. Во-первых, Бог говорит, что проклята земля, и во-вторых, что терния и волшицы произрастит она тебе. В Новом Завете существует упоминание о том, что своей смертью и воскресением Иисус искупил не только человек, но также и все творение. Потому что, вы помните, на него была одета багреница, и на него одели терновый венец. И когда на нем был терновый венец, то он этим символизировал то, что он являлся искупителем не только человечества, но также и природы. Бог поставил Адама правителем над землей и в книге Клесиаста все, что находится на земле, называется фразой «под солнцем». Если не принимать во внимание эту фразу «под солнцем», мы не сможем правильно понять значение книги Клесиаста, потому что в этой книге описывается только то, что происходит здесь, на этой земле, под солнцем. В первой главе книги Клесиаста втором и третьем стихах мы читаем «Суета, сует», сказал Экклесиаст, «суета, сует», все суета. Заметьте, слово «суета» повторяется в одном стихе пять раз. «Суета» это еще как бесплодие и дальше Клесиаст говорит, что пользует человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем. Итак, эта суета, она относится только к тому, что под солнцем. В послании к римлянам Павел продолжает эту тему, и он говорит, что только окончательное искупление человека принесет искупление и природе. В восьмой главе послания к римлянам Павел говорит, что нынешнее наше временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас, потому что все творение ожидает откровения Сынов Божьих. Ранее я уже говорил о том, что Церковь должна ожидать явления Иисуса Христа, но здесь в этом месте говорится, что творение ожидает откровения Сынов Божьих. И дальше говорится о том, что творение покорилось суете, слово, которое мы только что читали у Экклесиаста, недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и само творение будет освобождено от рабства, тлению, свободу, славы детей Божьих. «Мы знаем, что все творение совокупно стинает и мучается, и не только оно, но и мы, имея начаток Духа, также стинаем, ожидая, заметьте опять это слово, ожидая, нашего искупления, искупления тела нашего». Павел говорит, что все творение страдало из-за греха человека, из-за грехопадения. Все творение, говорит Павел, ожидает, пока будет поставлена окончательная точка на искупление человека, что ознаменует также собой окончание искупления и природы. грехопадение принесло в мир суету, тление, а искупление человека освободит творение от этого состояния. И Павел говорит, что мы, имея начаток Духа, осознаем то, что происходит, в каком состоянии находится творение. мы осознаем это состояние и мы также совокупно стянаем. И я задаю себе вопрос, кто из христиан, которых я знаю, осознает о страдании творения? Кто осознает о том, что творение ожидает откровения Сынов Божьих? Ключевыми словами здесь являются ожидания. Мы ожидаем, творение ожидает, мы ожидаем одного и того же события. А негативным словом является суета, рабство, тление. И противоположными словами, которые использует Павел, являются слова спасения, свобода, слава. И это произойдет только с пришествием Иисуса Христа, когда Он явится и когда мы явимся как Сыны Божьи. Ранее я уже говорил о том, что наша жизнь сокрыта со Христом Боге, но когда явится Христос, жизнь наша, тогда и мы явимся с Ним во славе. И Павел очень красноречиво говорит о том, что это произойдет только с искуплением наших тел. Некоторые люди учат о том, что это произойдет еще до пришествия Иисуса Христа, до воскресения из мертвых. Я считаю, что это неправильно. В книге Псалмов существует замечательное описание того, как творение, природа жаждет пришествия Господа Иисуса Христа. 95-й Псалом с 11-го стиха. «До веселятся небеса и да торжествует земля, да шумит море, и что наполняет его. Дорадуется поле и все, что на нем, и далекуют все дерева дубравные перед лицом Господа, ибо идет, ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей». Все деревья, все леса, все горы, все моря знают, что они будут искуплены в день пришествия Господа, и они готовятся к Его пришествию. Они радуются, они ликуют. В 97-м Псалме 7-го стиха мы читаем такие слова. «До шумит море, и что наполняет его, вселенная и живущая в ней, да рукоплещут реки, и далекуют вместе горы перед лицом Господа, ибо Он идет судить землю. Он будет судить вселенную праведно и народы верно». Как это странно, что творение, природа, знает то, чего не знают многие христиане. Природа знает, что ее искупление зависит от нашего искупления. Именно поэтому природа ждет нашего искупления, и она готовится к пришествию Иисуса во славе. Я бы хотел завершить эту неделю вопросом, существует ли вероятность, что природа радуется больше, чем церковь? Возможно, это прозвучит упреком для нас. Природа, по-моему, радуется гораздо больше, чем церковь. невеста должна радоваться от пришествия и поделиться ключами к успешной жизни, которую Бог открыл мне за долгие годы изучения и христианского служения. На этой неделе мы продолжим изучение темы, которую мы начали на прошлой неделе, которая называется «Ожидая его пришествия». Эта тема может радикальным образом изменить всю вашу жизнь. На прошлой неделе мы рассмотрели четыре библейские причины, по которым все христиане должны ожидать пришествия Иисуса Христа. Первая причина заключается в том, что пришествие Христа поставит окончательную точку на вопросе нашего личного спасения. Наши тела будут воскрешены и преображены сообразно Его славному телу. Мы рассмотрели, что спасение является незаконченным, пока это спасение не отразилось в нашем теле. Спасение предназначено для всего человека, для Духа, Души и Тела. Замечательно то, что мы получили жизнь вечную в Иисусе Христе и нас ожидает вечная жизнь, но это еще не все. Спасение считается законченным только с возвращением Иисуса Христа, когда мы получим тела воскресения. Второй факт заключается в том, что явление Христа ознаменует собой завершение нашего соединения с Иисусом Христом как нашим женихом и так же друг с другом как братьями и сестрами по вере, членами одного тела. Апостол Павел говорит, что мы всегда с Господом на небе будем. Третья причина заключается в том, что пришествие Христа и установление Его земного царства является единственной надеждой для страждущего человечества. Только это сможет положить конец невыносимым и бесконечным страданиям людей. Только это сможет положить конец войнам, угнетению, преступности, ненависти, насилию и всему злу, которое сегодня процветает в мире. Церковь может проявлять любовь к Божью, но сама по себе Церковь без возвращения Христа не может установить Царство Божие на земле. И в-четвертых, пришествие Христа также принесет искупление всему творению. Многие христиане этого не сознают, но в 8 главе Послания Кримена Павел говорит, что мы, имея начаток Духа, стянаем как от родовых сваток, ожидая искупления всего творения. И Павел говорит, что это искупление произойдет вслед за искуплением нашего тела в день воскресения. На этой неделе мы продолжим эту же тему, и я хочу поделиться с вами практическим то, тем, как мы практически можем выражать свое ожидание пришествия Христа. То есть, недостаточно просто говорить, что мы ожидаем Христа, мы должны как-то это продемонстрировать в жизни. Я хотел бы вам привести пять практических способов выражения нашего ожидания Христа. первое, о чем я хотел сказать, это то, что ожидание Христа является, пожалуй, самой сильной мотивировкой к святой жизни. Каждый раз, когда Новый Завет говорит нам о святой жизни, это так или иначе связано с ожиданием пришествия Иисуса Христа. Послушайте, что говорит апостол Павел в послании к Титу, второй главе, с одиннадцатого стиха. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Я верю, что вы согласитесь со мной, что основной мотив того, о чем здесь говорит Павел, это практическая святость, то, чтобы мы жили праведно, целомудренно, благочестиво, потому что мы ожидаем явления нашего Бога и Спасителя Иисуса Христа. Заметь, Иисус является не только нашим Спасителем, но также и Богом. Когда в церкви отсутствует мотивация к святой жизни, вытекающая из ожидания пришествия Иисуса Христа, тогда и уровень самой святости понижается. Когда явится Христос, тогда и откроется наше подлинное духовное состояние. Вся вселенная, Бог, ангелы, все люди, сатана и все его падшие ангелы, все его бесы увидят наше духовное состояние, наше внутреннее состояние. В 1 Фессалоникийцам 3 главе в 12 и 13 стихах апостол Павел говорит, «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какой мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне перед Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». И здесь также мы видим, что к святой жизни нас мотивирует ожидание пришествия Иисуса Христа и также то, что произойдет при Его пришествии. Павел говорит о том, чтобы наши сердца были утверждены непорочными во святыне, чтобы мы были святыми во всей полноте, чтобы в нашей жизни не было сфер, которые были бы запятнаны грехом. И Павел говорит о том, что мы должны явиться непорочными перед Богом и Отцом. То есть сам Бог будет проверять состояние нашей святости. В этот день все тайны человеческого сердца будут обнажены и открыты. В этот день все, о чем люди даже не подозревали в нас, будет открыты во всей полноте. И поэтому Павел говорит, во свете этого, во свете пришествия Иисуса Христа мы должны жить непорочными во святыне. И заметьте, что он связывает святость с любовью. Джон Уэсли сказал, что святость это совершенная любовь. Любовь и святость невозможно разделить. И так размышляя о возвращении Иисуса Христа мы должны обращать внимание на эти две сферы нашей жизни. Мы должны внимательно смотреть на то, в каком состоянии наша любовь и в каком состоянии наша святость и то, кем мы являемся сейчас проявится в день пришествия Христа перед всей вселенной. Поэтому давайте отложим всякий тайный грех, все лицемерие, всякую тьму. И давайте осознаем, что однажды вся вселенная увидит нас такими, какие мы есть на самом деле. Давайте также не забывать и о том, что все временное, материальное, которое мы видим вокруг нас, что окружает нас, то, что кажется нам постоянным, неподвижным, горы, каменные строения, замки, корабли, самолеты, все это ожидает дня своего уничтожения. Это по своей природе не вечно. Обычно мы считаем материальное, физическое, реальным, но Библия говорит о другом. Библия говорит, что все это временное, по-настоящему реальным является невидимое, духовное и вечное. и во свете этого мы должны жить соответствующим образом жизни. Во 2 Петра 3 главе с 9 стиха мы читаем такие слова. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают умедлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шубом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Все, что кажется нам постоянным, незыблемым, будет уничтожено во мгновение ока. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихи растают. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, подчтитесь явиться перед ним нескверненными и непорочными в мире. Вот такими людьми мы должны стараться быть во свете того факта, что все материальное однажды будет уничтожено. Существует три условия, которые говорит Петр. Мы должны быть непорочными, нескверненными и в мире. Давайте поразмышляем, что это значит. Быть в мире значит, что все наши взаимоотношения находятся в правильном состоянии, в нас нет никакого непрощения, никакого злопамятства. Быть непорочным значит, что мы раскаялись за все грехи, которые мы совершали, и все они были омыты кровью Иисуса. Быть нескверненным означает исполнять все наши обязанности в соответствии с требованиями Нового Завета. И на этой ноте я хотел бы закончить сегодняшнюю программу. Итак, возлюбленные, ожидая сего, подчтитесь явиться перед ним нескверненными, и непорочными в мире. Нацельтесь на это, живите ради этого. На этой неделе мы продолжаем изучение темы, начатой нами на прошлой неделе, которая называется «Ожидая его пришествия». Эта тема может радикальным образом изменить всю вашу жизнь. На этой неделе мы рассматриваем пять практических способов выражения нашего ожидания Христа. Мы рассмотрим, каким образом мы можем подготовиться к Его пришествию. Мы можем говорить на словах, что мы готовимся к Его пришествию, но этого недостаточно. Мы должны проявить это в своих поступках, в своих приоритетах, в своих мотивах. Вчера я поделился с вами первым из способов, которым являлось взращивание личной святости. В Новом Завете все поощрения к святой жизни неразрывно связаны с ожиданием пришествия Господа Иисуса Христа. Другими словами, это самая сильная мотивировка, которая толкает нас к взращиванию уровня святости в своей жизни. В заключении вчерашней программы я процитировал слова апостола Петра, записанные во 2-м послании Петра, 3-й главе, где он говорит, «Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться перед Ним неоскверненными, непорочными в мире». Вот какой стандарт святости установлен перед нами во свете пришествия Господа Иисуса Христа. Мы должны быть в мире, во всех, чтобы наши взаимоотношения были правильными, мы должны быть неоскверненными и непорочными, чтобы мы исполняли все обязанности, возложенные на нас к учениям Нового Завета. Сегодня мы рассмотрим второй способ практического выражения ожидания пришествия Иисуса Христа. Откровение 19 глава 7-8 стихи. Здесь Иоанн описывает церковь, невесту Христа и ее приготовление к брачной вечере. Невеста готовится к вечному воссоединению со Христом, своим женихом. Иоанн говорит, 19 глава Откровения 7-8 стихи, «Возрадуемся и возвеселимся и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. В весон же есть праведность святых». Каждый раз, когда я читаю эти слова, меня снова и снова заставляют глубже задуматься слова, что жена его приготовила себя. Нам нужно готовиться сейчас, когда придет Господь, будет поздно готовиться. И описывая приготовление невесты Иисус и Иоанн сосредотачивается вописание на ее одеянии. Он говорит, что она будет одета в весон чистый и светлый. И затем он говорит о том, что весон это праведные дела святых. Это все дела праведности, которые святые совершили, живя на земле с того самого дня, как они познали Господа Иисуса Христа. Мы должны понять о том, что существуют два вида праведности. Существует так называемая вмененная праведность и праведность практическая. Когда мы обращаемся к Богу и принимаем Иисуса своим спасителем, Господь вменяет нам праведность Иисуса Христа. В Римлянах 5.17 Павел говорит о тех, кто получил дар праведности. Итак, вначале мы получаем праведность в виде дара. А если мы не получим праведность как дар, мы не сможем ее получить никак по-другому, потому что мы не можем праведность заработать, заслужить. Праведность является даром Божьей благодати, который мы получаем через веру в Иисуса Христа. Это то, что мы называем вмененной праведностью, защитанной праведностью. Нам защитана не наша праведность, а праведность Иисуса. Но это еще не все. Получив вмененную праведность, мы должны практически проявить эту праведность в своей жизни. Недостаточно будет оставаться такими, какие мы были до своего обращения к Богу. Мы должны посвятить свою жизнь процессу перемен. Вмененная праведность должна практически отразиться в наших поступках. Во 2 главе послания к филиппийцам, 12-13 стихах, Павел говорит, «И так, возлюбленные, как вы всегда были послушны не только в присутствии Моем, но гораздо более ныне во время отсутствия Моего, со страхами и трепетом совершайте Своё спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по Своему благоволению». С одной стороны, мы совершаем Своё спасение, и по мере того, как мы совершаем Своё спасение, Бог производит в нас какую-то глубокую работу. И Бог действует в нас по мере того, как мы совершаем то, что зависит от нас. Если мы перестаем делать то, что зависит от нас, Бог перестает делать то, что зависит от Него. Итак, Иоанн говорит о том, что невеста Христа облеклась в весон чистый, который есть праведность святых. Здесь Он уже говорит не о вмененной праведности, но о практической праведности. В каком-то смысле можно сказать, что невеста Христа будет одета в праведные дела, которые она совершала, служа Господом на земле. Наше вечное одеяние является выражением наших праведных поступков во времени. Я повторю это еще раз. Наше вечное одеяние является выражением наших праведных поступков во времени. И теперь мы можем больше понять желание апостола Павла, записанное во втором послании Коринфянам, пятой главе, с первого стиха, где он говорит, «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, он говорит о наших физических телах, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетыми не оказаться на гиме». Здесь Павел использует две метафоры. Он говорит о жилище, и он говорит об одежде. Дальше он продолжает такими словами. «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью». Это описание того, как мы будем облечены в наше вечное одеяние. И Павел осознает, что существует вероятность, что мы можем остаться без одеяния, мы можем оказаться на гиме. И наше вечное одеяние зависит от того, насколько верно мы служили Господу в этой жизни. Наша верность определяет наше вечное одеяние. У Бога приготовлены для нас добрые дела для каждого. Павел говорит об этом совершенно определенно и четко в послании Кефесяна, 2 главе 10 стихе. Он говорит, что «мы творение Его». И слово «творение» в этом стихе буквально означает «шедевр». Мы – Божий шедевр. Мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Каждый христианин должен осознать это, должен понять, что когда мы принимаем Христа в качестве своего Спасителя, мы рождаемся свыше, и мы становимся новым творением во Христе. И у Бога уже для нас заранее приготовлены добрые дела, которые нам необходимо исполнять. Для каждого из нас у Бога есть задание, есть план, есть служение. Нам не нужно импровизировать, нам не нужно что-то придумывать, составлять собственный план. Нам необходимо молиться, ожидать Господа и открыть Его план. Мы должны спрашивать Его о том, для каких дел Он сотворил нас во Христе Иисусе. «Невеста будет одета в добрые дела, которые Бог предназначил ей исполнять, и которые она верно исполняла, живя на земле». Это очень важный вопрос, потому что я опасаюсь, что многие из нас могут оказаться в большом недостатке материала для изготовления брачного дела. Каждая ниточка в этом замечательном свадебном платье является каким-то делом праведности. Если вы хотите, чтобы у вас было красивое свадебное платье, вы должны в этом времени, в этой жизни совершать те дела праведности, которые Бог предназначил нам исполнять. Другими словами, мы не можем позволить себе тратить время впустую, растрачивать нашу энергию, наши таланты, наши способности, потому что тем самым мы будем лишаться чего-то вечного. Мы должны смотреть на каждый поступок, на каждую возможность служения, как на ниточку в брачном одеянии. И из этих ниток будет соткано наше одеяние. Именно поэтому Павел говорит, «Только бы нам и одетыми не оказаться ногими». Лично для меня это очень яркий образ. Своим мысленным взором я вижу невесту, одетую в этот висон. Этот висон не просто чистый, он сверкающий, он сияющий. Если вы приглядитесь к этому одеянию поближе, вы увидите, что каждый из этих блестящих ниточек является каким-то отдельным поступком праведности. «Братья и сестры, мы не можем позволить себе быть ленивыми, мы не можем позволить себе быть небрежными. Мы должны быть верными в малом и в большом». Кстати говоря, если мы неверны в малом, то тогда Господь говорит, «Мы не будем верны и в большом». Не ожидайте чего-то огромного, грандиозного. Не говорите, что вы будете верными, когда Бог даст вам что-то большое. Будьте верны сейчас в малом, в отношении каждого малого дела, и тогда Бог повысит вас, и тогда вы будете замечательно одеты в день бракосочетания с Господом. На этой неделе мы рассматриваем пять практических способов подготовки к пришествии Иисуса Христа. В двух предыдущих программах я поделился с вами двумя из этих видов подготовки, первым из которых является практикование святой жизни. Мы рассмотрели, что основным мотивом, который движет нас к святой жизни, является ожидание пришествия Иисуса Христа. И в связи с этим мы процитировали слова апостола Петра, в которых он говорит, что мы должны явиться непорочными и неповинными в мире. Вторым способом подготовки к пришествию Христа является исполнение предназначенного нам Богом задания. В книге Откровения мы читаем о том, что Церковь является невестой Иисуса Христа, и о том, что на своем бракосочетании она будет одета в чистый весон, который является праведными делами святых. И каждая ниточка в этом одеянии является каким-то отдельным поступком, делом праведности, который мы сотворили, живя на земле. Мы являемся Божьим творением, Божьим шедевром, и мы сотворены на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И для того, чтобы приготовиться к Дню Бракосочетания, мы должны исполнять те добрые дела, которые Бог предназначил для нас. Также Павел говорит со страхом и трепетом, совершайте свое спасение, потому что Бог совершает в вас хотение и действие по своему благоволению. Бог работает в нас, ровно настолько, насколько мы работаем над тем, на чем мы должны работать. Мы должны верно исполнять то, к чему мы призваны на этой земле. Сегодня я хотел бы поделиться с вами третьим способом выражения нашего ожидания пришествия Христа. Мы должны находиться в состоянии бодрствования, в молитвенном состоянии. Я повторю еще раз. Мы должны бодрствовать, молиться. Например, в 24 главе Евангелия Матфея с 5 по 13 стихи Иисус описывает состояние мира в конце века. Этот период библейские комментаторы, теологи называют «последним временем». Это время будет характеризоваться разными катаклизмами, опасностями. Иисус говорит, «Многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят». Заметьте, первое предостережение, которое дает нам Господь Иисус Христос, это предостережение в обольщении. Дальше Иисус продолжает и говорит, «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец». Войны и военные слухи еще не являются знаменованием конца. Но затем Иисус продолжает и говорит о том, что будет символизировать собой близость конца. И читая это, я хотел, чтобы вы задумались над тем, что из этого сегодня уже проявляется. Иисус говорит, «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам». Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, но претерпевший до конца спасется». Все, что мы только что прочитали, Иисус называет это «началом болезней», или, говоря более точно, являются родовыми схватками. И эти схватки являются свидетельством неизбежности родов. И что родится, как вы думаете? Родится новый век, новый миропорядок. И все эти трудности являются этими схватками, свидетельством наступления нового века. Мы должны это понять. Предположим, молодая пара решила пожениться, и вскоре они обнаружили, что у них будет ребенок. Прошло 9 месяцев, и жена говорит мужу, «Мне так больно, что-то внутри меня болит, я переживаю какие-то схватки, что со мной?» Было бы очень глупо, если бы муж начал молиться о том, чтобы это прекратилось, потому что эти боли, эти схватки говорят о том, что у них родится ребенок. Схватки символизируют начало родового процесса. И для нас с вами, наблюдая все эти катаклизмы, все эти страдания, все эти опасности, будет совершенно глупо и смешно говорить, «Боже, спаси нас от этого!» Мы должны благодарить Бога за то, что начался родовой процесс, и очень скоро должен родиться новый миропорядок, новый век. Иисус сказал, что нам нужно делать. В Луки 21, главе 28 стихе, после схожего описания, которое мы только что прочитали у Матфея, Иисус говорит своим ученикам, «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Итак, давайте не будем паниковать, не будем отчаиваться. Вместо этого, посреди всех давлений, мы можем радоваться, мы можем вздохнуть с облегчением, с восторгом. Зачем нам ходить с поникшей головой и говорить, «А что будет дальше?» Мы должны выпрямиться, мы должны поднять головы, потому что следующее, что произойдет на сцене исторических событий, это пришествие Господа Иисуса Христа. И мы знаем, что избавление наше приближается. Иисус сравнивает это со смоковницей, Он говорит, «Когда смоковница начинает свисти, вы знаете, что приближается лето, и лето в Библии сравнивается с пришествием Христа». Нам не нужно идти в университет или в библиотеку для того, чтобы узнать о том, что приближается лето. Необходимо просто посмотреть на деревья и увидеть, как они начинают зеленеть, и мы знаем, что скоро лето, скоро наступит Царство Божие. Ранее, в Евангелии Луки, Иисус упомянул еще один признак наступления конца века, это 17 глава Луки, стихи с 26, 26 и 27. «И как было во дне Ноя, так будет и во дне Сына Человеческого, ели пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ноя в ковчег и перешел в потоп и погубил всех». И дальше мы читаем такие слова. «Так же, как было во дне Лота, ели пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь, огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Это день пришествия Иисуса Христа». Иисус говорит, что состояние мира перед Его пришествием будет очень похоже на состояние мира перед потопом. И Он описывает, чем занимались люди во дне перед потопом, и Он, насколько мне не изменяет память, упоминает восемь видов жизнедеятельности. Он говорит, они ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Задайте себе вопрос, что из всего этого считается грехом? Есть грех покупать, грех продавать, грех? Нет, ничто из этого грехом не является. Но в чем же тогда проблема? Проблема заключается в том, что эти люди полностью были погружены во все эти занятия, и они не поднимали головы к небу. Сегодня мы называем это современным словом материализм. Я верю, что это одна из отличительных черт современного общества. Все, о чем здесь говорит Иисус, по отдельности, совершенно правильно и уместно. Но если это становится первоочередным в нашей жизни, тогда это становится проблемой. Иисус предостерегает нас также о том, как мы должны сохранять себя от этих опасностей. В 21 главе Луки, с 34 стиха, Он говорит, «Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не оттягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, чтобы в тот день, чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо Он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земли. Если ваше жительство здесь, на земле, тогда этот день найдет на вас, как сеть, но наше жительство на небесах. Итак, будь росту, на всякое время, и молитесь, да сподобитесь избежать всех всех будущих бедствий и предстать перед Сына человеческого». Иисус предостерегает нас от трех вещей, каждый из которых связан с материализмом, объедение, пьянство и забота житейск. Я уверен, что большинство из моих радиослушателей не виновны ни в объедении, ни в пьянстве, хотя, возможно, вы практикуете переедание. Но как насчет забот? Вы скажете, ну, как, забочусь, потому что это совершенно естественно, но Божье Слово говорит нам не заботиться. В Библии есть, по крайней мере, 350 мест, где Бог говорит, чтобы мы не заботились, не переживали. Библия остерегает нас от беспокойства и от забот. Дело в том, что заботы характерны именно жизни на земле. Они символизируют то, что мы погрязли в земной жизни. И выходами забот является молитва, бодрствование. Иисус говорит, молитесь на всякое время, да сподобитесь избежать всех будущих бедствий. Если мы знаем, что нас ожидает, тогда мы должны показать это на собственной жизни, тем, что мы будем молиться, мы будем бодрствовать. Это то, что должны делать лично мы. Мы должны молиться и мы должны бодрствовать. В предыдущих программах на этой неделе я поделился тремя практическими способами выражения нашего ожидания Иисуса Христа. Мы рассмотрели, как мы можем практически подготовиться к Его пришествию. Во-первых, мы должны стремиться к святой жизни. Святость в христианской жизни неразрывно связана с пришествием Иисуса Христа. И мы рассмотрели, что Новый Завет требует от нас такой святости, которая выразится в том, что мы будем жить в мире, непорочные и неповинные перед Богом. Следующее, как мы можем выразить свое ожидание Христа, это через исполнение назначенного нам Богом задания. В Откровении мы читали о том, что Церковь, невеста Иисуса Христа, приготовила себя к браку, и она облеклась бессон светлый и чистый, и Иоанн говорит о том, что этим бессоном является праведность святых. Другими словами, каждое праведное дело, каждый праведный поступок, который мы совершаем здесь, на этой земле, становится еще одной ниточкой в этом свадебном платье, которое мы будем носить в вечности. Следующее, чем мы можем выразить свое ожидание Христа, это через бодрствование и молитву. И этим мы сможем сохранить себя, защитить себя во время трудностей, проблем, опасностей. Иисус говорит, бодрствуйте и молитесь, да сподобитесь избежать всех этих бедствий. Только благодаря этому мы сможем сохранить себя во времена скорби. Сегодня я хотел бы поделиться с вами четвертым способом, с помощью которого мы можем выражать наши ожидания Христа. И этим способом является проповедь Евангелия Царства Божьего всем народом. Как я уже говорил прежде, молитва, бодрствование необходимы для того, чтобы сохранить себя, но Иисус ожидает от нас чего-то большего. Он не хочет, чтобы мы просто были зациклены на себе. Он хочет, чтобы мы несли Евангелие по всему миру. И в каком-то смысле и духовно, в духовном плане, точно так же, как и в естественном мире, лучшим способом защиты является нападение. Не ждите, пока дьявол будет вас атаковать. Нападите на него первыми. Будьте духовно агрессивными. В конце земного служения Иисуса Христа ученики спросили Иисуса о дне Его пришествия. В 24 главе Евангелия Матвея в 3 стихе мы читаем такие слова. Когда же Иисус сидел на горе Элеонской, приступили к Нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет? Они имели в виду, когда произойдет разрушение храма и когда придет кончина века. Когда это будет? И какой признак Твоего пришествия? Заметьте, что основным вопросом было какой признак Твоего пришествия и кончины века? Не признаки во множественном числе, но признак, главный признак. И в последующих стихах с 4 по 13 Иисус описывает различные признаки во множественном числе. Во вчерашней программе мы их рассмотрели. И в числе этих признаков он перечисляет такие, как лжи Христы, лжи Мессии, войны между народами, землетрясения, голод, гонение на христиан, лжи пророки, умножение преступности, охлаждение любви. Но все эти признаки не являются ответом на вопрос, который задали ученики Христу. Но, наконец, в следующем, 14 стихе, Иисус отвечает на вопрос, и Он говорит, какой признак Его пришествия. Он говорит, что это самый главный признак. И Он говорит, что проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Все очень ясно и однозначно. Признаком пришествия Иисуса, признаком кончины века является проповедь Евангелия Царства Божьего по всей земле во свидетельство всем народам, и тогда Иисус говорит, придет конец. Этот признак неразрывно связан с великим поручением с которым Иисус и оставил эту землю. Это великое поручение записано в двух Евангелиях, в Евангелии Матфея, в Евангелии Марка. В Матфея 28, 19 и 20 Иисус говорит, «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сей Я с вами во все дни до скончания века». Заметьте, что давая это поручение, Иисус видел уже конец века, и Он сказал, что «Ваше дело — идти по всему миру и проповедовать Евангелие Царства, научить людей исполнять все, что Я повелел вам». в Марка 16 главе 15 стихе Иисус говорит, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Слова очень ясные, однозначно их невозможно как-то интерпретировать неправильно. Мы, ученики Христа, ответственны за то, чтобы идти по всему миру, проповедовать Евангелие, обращать людей к Богу. И Иисус придет только после того, как мы исполним это повеление. Иисус не отменял Свой приказ, хотя церковь Его часто забывает, но Иисус Его не отменял. Во время службы британской армии, во время Второй мировой войны, я выучил один урок, что незнание приказов не освобождает от ответственности за неисполнение приказов. Мы должны знать приказ, который дал нам Господь. И я также выучил урок, что приказ остается в силе до тех пор, пока Его не отменит полномочное лицо. Иисус дал нам приказ, и только Он один может отменить этот приказ, но Он его не отменял. Поэтому Он ожидает от нас исполнение этого приказа. Поэтому никакое невежество, неведение не будет для нас оправданием. Иисус придет только после того, как приказ будет исполнен. Все очень просто и логично. Это должно стать нашим приоритетом номер один. Иисус очень ясно сказал и предостерег нас, что проповедь Евангелия будет осуществляться на фоне непринятия, на фоне гонений на христиан. Ситуация не будет улучшаться, она наоборот будет ухудшаться. В стихах с 9 по 13 в Евангелии Матфея 24 главы Иисус говорит, в каком состоянии будет находиться мир по отношению к христианам. И Он говорит, тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. И многие лжи-пророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется. «Итак, на фоне вражды, которая будет бытовать в мире по отношению к христианам, мы должны будем исполнять приказ нашего Господа. Мы должны будем проповедовать Евангелие Царства всем народам. Если христиане будут сидеть и дожидаться легких времен, тогда, вы знаете, мы так никогда и не исполним этот приказ». Писание однозначно говорит, что ситуация в мире, обстановка в мире не будет становиться легче, в особенности по отношению к христианам. Но как раз на фоне противления, непринятия и вражды, Иисус хочет, чтобы мы выполняли Его приказ. Когда в армии офицер дает приказ солдатам идти в бой, Он говорит это с четким осознанием того, что солдатам будут противостоять, что будет бой, что, может быть, некоторые погибнут. И наша ответственность, как воинов в войске Христа, исполнять Его приказ, независимо от того, насколько силен наш враг. Лично я верю в то, что силы тьмы будут умножать свою оппозицию. Зло будет умножаться в этом мире. И силы тьмы будут пытаться уничтожать все доброе, что еще есть в мире. И, как я говорил вчера, я верю, что лучшим способом защиты является атака. Давайте не будем отсиживаться и дожидаться, пока обстановка станет лучше. Давайте сейчас противостанем врагу силой, которая превосходит его силу. Давайте будем идти и проповедовать Евангелие всем народам. Лично я ощущаю то, насколько срочным является этот приказ. Церковь должна выйти на передовую и нести Евангелие. Мы должны опередить врага, мы должны опередить его тактику, мы должны прочувствовать, насколько срочным является этот вопрос, насколько важным он является. Мы должны опередить дьявола, который планирует уничтожение и завоевать контроль над миром. Мы должны разработать новую стратегию, новый способ донесения Евангелия. Давайте не будем держаться каких-то древних старых стандартов. Старая стандарты, подходы сегодня уже не действуют. Мы должны разработать новую стратегию, которая сможет пробить все барьеры, все железные бамбуковые занавесы. И нами должно двигать желание приблизить день его пришествия, приблизить день установления его царства. И тогда мы предстанем перед ним обличенные в одежде праведности, потому что мы исполнили все дела, на которые он призвал нас. Во вчерашней программе я рассказал о основном признаке, который ознаменует наступление конца века и его пришествие во славе. и этим признаком является проповедь Евангелия во свидетельство всем народам. Для всех нас, посвященных христиан, это должно стать нашим приоритетом номер один и нашим первым долгом по отношению к нашим странам и народам. И сегодня мы рассмотрим последний способ, с помощью которого мы можем практически выразить свое ожидание пришествия Христа. И этим выражением является наше отношение к израильскому народу. И хотя многих возможно это удивило, но тем не менее на основании Священного Писания это является совершенно однозначным и неоспоримым фактом. В Послании к римлянам 11 главе 25 и 28 стихах Павел говорит о том, что проповедь Евангелия всем народам, а также проповедь утешения израильскому народу неразрывно связаны одно с другим. Павел говорит, не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. К сожалению, многие, многие христиане находятся в неведении, хотя Павел говорит, «Я не хочу оставить вас, братья, в неведении». Многие христиане не знают о даже простейших принципах, на основании которых Бог строит свои отношения с Израилем и с церковью. Я прочитаю этот стих еще раз. «Не хочу оставить вас в неведении о тайне, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Каждый раз, когда Библия говорит об отвержении Израиля, она всегда добавляет к этому слово «до времени». То есть, другими словами, отвержение Израиля не является окончателем. Этому периоду отвержения однажды придет конец, он закончится, и однажды явится Иисус Христос и тогда Библия говорит, он отвернет нечестие от Якова. Библия говорит о том, что вначале должно войти полное число язычников и после этого Израиль примирится со своим Мессией. Но Бог установил именно такой порядок. Вначале должно войти полное число язычников и после этого весь Израиль спасется. Рассуждая над тем, как Бог строил свои отношения с Израилем в Метском Завете, вы можете видеть, что вначале Евангелие спасения было предложено Богом именно Израилю. Иисус говорит, что Я послан только для погибающих овец дома Израилева. Но после того, как Израиль как народ не принял Мессию, то после этого это предложение Царства Божия было послано всем остальным народом. И Матфей и Марк говорят о том, что Иисус повел своим апостолам идти и проповедовать Евангелие по всей земле. Иисус не отменял этот приказ, он до сих пор остается в силе, его необходимо исполнять, но через проповедь Евангелия всем народом мы достигнем таких результатов, о которых Павел говорит в 11 главе послания к римлянам, что войдет полное число язычников. Полное число язычников не сможет войти до тех пор, пока Евангелие не будет проповедано всем народом. В книге Откровения несколько раз описываются искупленные Божии и говорится о том, что эти искупленные пришли от четырех ветров со всех концов земли, из каждого народа, из каждого языка, из каждого племени. То есть на небесах будут люди из всех народностей, из всех рас. Это говорит о том, что Евангелие должно быть проповедано всем народам, всем племенам, всем расам, всем языкам. Поэтому Божий приказ, мы можем сказать, остается в силе, мы можем откладывать его исполнение, но мы не можем его отменить, потому что сам Бог дал этот приказ. И осознавая Божие желание, чтобы Евангелие было проповедано всем народам, мы также должны увидеть его желание восстановить Израиль и приготовить Израиль к принятию Мессии. Именно поэтому очень важно, чтобы Евангелие Царствия было проповедано всем народам, потому что конец сможет прийти только тогда, когда Церковь совершит порученное ей задание, изменение. А тем временем Бог готовит Израиль к принятию Христа. В 40-й главе Исаии мы читаем слова, которые Бог обращает к христианам. в этих словах говорится, что христиане должны утешать Божий народ. И почему я считаю, что слова описаны христианам, потому что только христиане смогут утешать Божий народ, Израиль. Только христиане, которые верят в Библию, верят в обетование Божие для восстановления Израиля, которые воспринимают это все всерьез, только они смогут утешать израильский народ. Исаия говорит, утешайте, утешайте народ Мой. Мой народ это, конечно же, израильский народ. И так Бог говорит, утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте Ему, что исполнилось время борьбы Его, что за неправду Его сделано удовлетворение, ибо Он от руки Господней принял вдвое за грехи Свои. Это послание утешения еврейскому народу. Это послание, которое говорит, что долгая ночь страдания, отвержения подошла к концу, что скоро Израиль будет восстановлен. И дальше мы читаем такие слова «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи, стези Богу нашему». Это послание утешения также является приготовлением к пришествию Господа. И дальше в этой главе Исайя говорит нам о том, какими словами нужно утешать Израиль. И он говорит «Засыхает трава, увядает свет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ трава». Трава засыхает, свет увядает. Кажется, какое утешение в этих словах. Это справедливые слова, мы все соглашаемся с ними, но они как-то нас не утешают. Но утешение содержится в последней фразе «А слово Бога нашего прибудет вечно». Я прочитаю эти два стиха еще раз. «Засыхает трава, увядает свет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ трава. Трава засыхает, свет увядает, а слово Бога нашего прибудет вечно». Все плотское, все материальное однажды будет уничтожено, оно пройдет, но посреди всего этого существует нечто неизменное, непоколебимое, и это Слово Божие. Как же это может утешить Израиль? Дело в том, что именно Слово Божие обещает им восстановление. Итак, пока Слово Божие остается в силе, то у Израиля есть надежда на восстановление. Бог оказал мне привилегию за прошлый год обратиться к многим евреям и в синагогах, и в других общественных местах. Сам я не еврей, я всегда общался с ними как язычник, который уверовал в Мессию Иисуса. Я пытался объяснить им, почему я несу им послание надежды и утешения. Я сказал им о том, как я поверил в Библию. Я рассказал о том, что в прошлом, будучи профессором философии, я изучал Библию как философский труд. И изучая Библию, я встретился с ее автором, с Господом. И евреев это очень сильно впечатляет, потому что они очень уважают образованных людей. Зачем я рассказал о том, как, изучая Библию, я нашел в ней обещание Бога восстановить израильский народ. И обычно я завершаю подобные встречи чтением целого ряда пророчеств, говорящих о восстановлении Израиля. И как это неудивительно, но по крайней мере, процентов 80 евреев, с которыми я знаком, не знают об этих пророчествах. Они не знакомы со словами своих собственных пророков. И они обычно подходят и говорят, я не знал о том, что в нашей Библии есть такое пророчество, покажите мне, где оно записано. Итак, Бог оказал нам привилегию делиться обетованиями восстановления Израиля с евреями, утешать их этим словом и подготавливать их к пришествию Иисуса Христа. Я хотел бы прочитать одно из таких слов утешения, записанное в 101-м псалме 13-м и 14-м стихах, где говорится, «Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в рот и рот. Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать Его». Время пришло, и я говорю евреям, что в Божьем пророческом календаре назначен день, когда Он помилует Сион, умилосердится над Сионом. И затем я говорю им, что это время уже пришло, мы живем в это время, Бог покажет вам Свою милость, и Он восстановит вас. если мы будем нести это послание евреям, мы тем самым сможем начать восполнять невосполнимый долг, в котором мы находимся по отношению к евреям. Представьте себе, что бы мы имели без евреев. Без них у нас бы не было ни патриархов, ни пророков, ни апостолов, ни Библии, и даже спасителя у нас не было. Именно поэтому Иисус сказал, что спасение от иудеев, братья и сестры, пришло время начать выплачивать этот долг и подготавливать сердца евреев к пришествию Мессии. На этом наше время истекло. Мы встретимся с вами снова на следующей неделе с понедельника по пятницу. Нас ждет новая и увлекательная тема и Слово Божьего.